В день ВМФ в акватории Невы в Санкт-Петербурге и на Финском заливе в Кронштадте прошёл главный военно-морской парад. Он стал четвёртым по счёту. По традиции командования ВМФ России и руководство Русской Православной Церкви пригласили Саровский музей морской славы принять участие в праздновании. Нам предоставляется возможность выставляться на площадях Морского Никольского Патриаршего Собора в Кронштадте. Это самый главный и самый красивейший собор. Мы там демонстрируем свою выставку и рассказываем гостям и жителям города Кронштадта, Санкт-Петербурга, тех, кто приезжает на праздник военно-морского флота, именно о том, кто такой был адмирал Ушаков, как он жил, его биографии, боевые заслуги, ну и, конечно, почему он стал святым человеком. Каждый год выставка пополняется уникальными экспонатами и новыми сведениями об адмирале Ушакове. В прошлом году в Кронштадт сотрудники музея вывозили 14 стендов, а в этом уже 17. Мы привозим и показываем совершенно новый стенд. Это роль нашего главкома военно-морского флота, адмирала флота Советского Союза, Кузнецова Николая Герасимовича в роли поднятия славы Федору Ушакова на определенный уровень и знания. То есть, в принципе, благодаря ему мы сегодня и знаем о том, кто такой Федор Ушаков, что сделал, если бы не он во время Великой Отечественной войны, наверное, так бы информация умерла о выдающемся себе адмирале. Передвижная экспозиция адмирала Ушаков пользуется у жителей страны большой популярностью. Только в первый день выставки в Санкт-Петербурге ее посетило более 17 тысяч человек. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.